МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим о тренировках на улице в жаркую погоду. Если человек решил заняться спортом на улице, то многое зависит от его подготовки и от регулярности тренировок. Профессиональные спортсмены могут быть более приспособлены к тренировкам в жаркую погоду, чем любители. Не стоит тренироваться в жаркую погоду новичку, который до этого никогда этого не делал. Также не стоит тренироваться, когда есть большая пауза между тренировками, например, по болезни. У детей, возрастных спортсменов, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом, ожирением, с высоким артериальным давлением, с нарушением со стороны нервной системы, риск перегреться, возрастает образу, и следует избегать тренировок в жаркую погоду. Имеет значение не только температура воздуха, но и относительная влажность. При повышенной влажности происходит ухудшение под отделением с поверхностной тела, и риск получить перегрев увеличивается. Семь советов для тренировки в жаркую погоду на улице. Первый совет. Выбираем наиболее прохладное время тренировки. Это будет с 6 до 8 утренние часы, и с 17 до 19 вечерние. Тренировки с 10 до 17 часов лучше избегать, поскольку в это время наибольшая солнечная активность, прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги, и пользы от такой тренировки не будут вообще. Второй совет. Соблюдение питьевого режима. Обязательно нужно с собой иметь бутылочку с водой. Желательно за час-полтора до тренировки выпить стакан воды. Далее по нескольку глоточков в течение тренировки делаем каждые 15-20 минут, не дожидаясь чувства жажды. И после тренировки восполняем на каждую потерянную полкилограмму веса тела 450-500 мл жидкости. Это может быть обычная питьевая вода, это могут быть спортивные затурники. Можно сделать самостоятельно. Такой затурник на витроводную питьевую взять половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара, выдавить немножко сока лимона и добавить на кончике ножа порошок магния спорта. Вода не должна быть холодной, она должна быть комнатной температуры. Третий совет. Маршрут. Если занимаетесь бегом, скандинавской ходьбой или спортивной ходьбой, необходимо организовать тренировку так, чтобы маршрут максимально прилегал в тени. Это может быть в парке, в сквере, в лесополосе. Стараться избегать бега на черном асфальте, поскольку он сильно накапливает тепло. Для пробежки лучше использовать грунтовые дорожки, дорожки из гравия, либо специальное покрытие на стадионе. Если это занятие на спортивных снарядах, лэрхау или же просто УФП, то желательно, чтобы тренировка была вот на весом. Если приходится заниматься в разгар дня, то тренировка только в тени. Четвертый совет. Спортивная одежда и обувь. Никакого хлопка используем только синтетикой. Поскольку мокрая хлопковая футболка задерживает передачу тепла в окружающее пространство, она ухудшает тепловентиляцию и может привести к перегреву тела. Современные материалы, синтетические, в которых делает спортивная одежда, улучшают вентиляцию, теплоотдачу. Главный обувь должен быть обязательно, без бока, с большим козырьком, который закрывает лицо от солнца, бандамки всевозможные. Одельные кетки, они должны быть предпочтительны светлым цветом. Футболки лучше выбирать рукаву, чтобы не было ожога. Обувь обязательно должна быть спортивной, то есть это не шлепки, не тапочки. Это должна быть жесткая фикусация стопы, чтобы избегать травм при тренировке. И хороший плотный носок и задник. И сам материал кроссовок может быть из сетки для улучшения вентиляции. Обязательно пользоваться солнцезащитными кремами на открытые участки тела и лицо, и солнцезащитными очками. Пятый совет. Важен самоконтрольность во время таких тренировок. Самый простой тест на интенсивность нагрузки для любителей, физкультурников, ну и в том числе для профессионалов, это разговорный тест. Что это значит? Если человек во время нагрузки совершенно спокойно может разговаривать без всяких проблем, то нагрузка для него ниже средней. Если он разговаривает, то необходимо делать отдельную паузу для дыхания, это уже будет средняя нагрузка. Если нагрузка выше средней, то может человек говорить отдельные слова. Если нагрузка очень высокая, то в этом случае он даже не разговаривает. Вот таким образом можно себя протестировать. Уличная спортивная площадка работает на территории молодежного центра. Профессиональные тренеры проводят там тренировки как для мужчин, так и для женщин. Также на площадке можно обучиться базовым движениям брейкинга. Кардио, стрейчинг, МФР, силовые и функциональные тренировки. На уличной площадке молодежного центра начались занятия с инструкторами. В этом году к работе присоединилась фитнес-тренер Дарья Колина. Она подбирает для человека нагрузку в соответствии с запросами, а также проводит групповые тренировки как для женщин, так и для мужчин. Для девушек тоже есть программы, такие как проработка ягодичных мышц для парней, для взрослых. То есть упражнения на турниках, на брусьях, то есть разные. Есть у нас инвентарь. Молодежный центр выделил нам оборудование необходимое для комфортного занятия. В нашем ассортименте есть гантели, экспандеры, фитнес-резинки, также мячик баскетбольный, волейбольный. Гантели потяжелее, полегче. Сейчас еще обещают провести блины, то есть чтобы можно было что-то поинтереснее, потяжелее давать людям. Тренер проводит тренировки как с дополнительным оборудованием, так и собственным весом. Также на площадку могут прийти дети и пожилые люди. Для них тоже предусмотрена отдельная программа. Если у вас есть травмы, инструктор это учтет и даст индивидуальные рекомендации. Работаю я, получается, два с половиной часа. В пять часов я начинаю выносить оборудование и уже тренировки с 5.30 до 8.00. Но если задержимся, то, я думаю, летом будем задерживаться, ничего страшного, то есть там до полдевятого, например. Инструктор Дарья Колина работает на площадке каждый понедельник, среду, четверг и пятницу. По субботам с 16 до 19 часов базовые движения брейкинга, хип-хопа. А также общефизические упражнения дает Антон Козлов. Занятия на площадке молодежного центра будут проходить в течение всего лета. Всех желающих провести время с пользой ждут по адресу улица Куйбышева, 19-1, вход со двора. Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках проекта «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия различными видами спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. В здоровом теле – здоровый дух. Спорт дарит человеку много плюсов. Хорошую фигуру, выносливость и силу, стабильную нервную систему, правильное функционирование организма и многое другое. Еще большую пользу можно получить от занятий на свежем воздухе. Саровчане могут присоединиться к проекту «Спорт в каждый двор» Центр внешкольной работы и заниматься любой физической активностью под наблюдением инструктора. Мои обязанности входят в привлекать подростков, детей к спорту. То есть я могу им показать упражнения. У нас здесь тренажеры есть в наличии. Показать, рассказать, исправить их ошибки. Ну, в общем, инструктор для того, чтобы помочь спортсмену начинающему выполнять правильные упражнения. На спортивной площадке 22-го микрорайона по улице Павлика Морозова есть много тренажеров и снарядов для воркаута. Но не каждый человек знает, как заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. Также на площадках проекта организовывают спортивные игры для детей. Весь инвентарь инструкторы приносят с собой. Мы тут играем в разные игры спортивные. Это и волейбол, и баскетбол, и футбол, и настольный теннис. У нас есть для этого весь инвентарь, мы его приносим с собой, и его используем для этих целей. В общем, разнообразные здесь у нас занятия. Возраст и уровень физической подготовки значения не имеют. Инструкторы готовы проводить занятия и для пожилых людей. Всех, кто желает приобщиться к спорту, приглашают на площадки по улице Курчатова, 6, Силкина, 20, улица Павлика Морозова, 22-й микрорайон, по улице Куйбышева, 19-1, молодежный центр. Нам скоро дадут помощь. Обычно нам помогают студенты. Ждем с нетерпением, потому что они молодые, зажигательные. Они проводят какие-то досуговые мероприятия. Там они и поют, и танцуют, и все делают, что нравится детям. Спортивный комплекс в сквере 22-го микрорайона работает в понедельник, вторник, среду, четверг с 16 до 19. Спортивно-игровая площадка на улице Курчатова, 6, вторник, четверг с 10 до 13. Спортивно-игровая площадка на улице Силкина, 20, понедельник, среда с 9 до 12. Занятия бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова